Дайкер Хэть, как затянувшаяся вечеринка у тебя дома, когда даже любимые гости решают не уходить, остаются под утро, а потом задерживаются на все 40 дней А вас не беспокоят все эти толпы? Нет, это же все ненадолго, и конечно всякое может случиться, но в целом это все же позитивная энергия, это не политическая вещь, все вместе и все радуются, это и есть праздник Рон купил дом в Дайкер Хэйтс 7 лет назад и с тех пор потерял счет лампочкам и удлинителям Я все декорации придумал сам, в нашем районе нет какого-то взгляда сверху на то, как все должно выглядеть, все выражают себя по-разному Кто-то любит белые лампочки, кто-то разноцветные У меня здесь будет сцена Рождества, которую я планирую установить завтра По неписанному закону он продолжает традицию, которую завела соседка через два дома, районная миссис Клаус В 1986 году я сюда переехала и украсила дом в памяти моей маме Это было очень скромно, я была единственная, кто повесил иллюминацию на дом в этом квартале Но потом это стало больше и больше, сначала все жаловались, а потом вот хватили почин и это превратилось во что-то большее, чем я ожидала Этот позапрошлогодний разговор на пороге ослепительного дома практически эксклюзив голоса Америки Люси крайне редко общается с журналистами Больше 30 лет назад о ней впервые написал в Нью-Йорк Таймс Санта точно не пропустит Дайкер Хайтс, шутили в газете А теперь столица американского Рождества отмечена на всех туристических картах В прошлый ковидный год тут было непривычно тихо, но в этом люди снова потянулись к казочным мегаваттам Мы приехали из Чикаго и мы получаем огромное удовольствие от этого путешествия в Бруклин Сначала все кажется безумством чуть-чуть, но потом привыкаешь Абсолютно необычная атмосфера Я вообще-то из Нью-Йорка, живу здесь всю жизнь и первый раз вижу такое Хотел бы оказаться здесь, когда я был ребенком И это такое чувство домашнего уюта, когда ты приезжаешь сюда, кажется, что ты можешь зайти в любой дом И тебя угостят горячим шоколадом, и все будет мерцать вокруг Ангелы, солдатики, медведи и олени Дайкер Хайтс не боится предстать наивным, чрезмерным и уж тем более волшебным Хотя не все чудеса ему под силу В этом изумрудном доме, будто из страны Оз, уже 10 лет Одному мальчику пытаются вернуть силу, просто силу мышц Вот это мой сын Майкл, здесь ему сейчас 15 лет Майкл болен спинально-мышечной дистрофией Это болезнь, которая атрофирует постепенно все мышцы в теле Здесь больше 50 тысяч зеленых лампочек Но зеленый еще и цвет, который символизирует это заболевание Роберт Капаланга тут не живет Это особняк соседа, вместе с которым они уже собрали 2 миллиона долларов на исследование Редкая болезнь поражает одного из 3500 мальчиков Для фармацевтических компаний процент ничтожный и невыгодный Но отец верит, что успеет найти лекарство для сына Диагноз поставили в 4 года Он сейчас нормально себя чувствует Все же он довольно сильный парень Мы живем одним днем и благодарим Бога С Богом у католической общины Дайкер Хайтс отношения ясные и под Рождество особенно яркие У каждого крыльца непременно Вифлеемский клев и все персонажи библейской истории За исключением главного Он появится ровно в полночь на 25 декабря Елена Мещерякова, Максим Овлошенко, Настоящее время, Нью-Йорк, Бруклин, Дайкер Хайтс Субтитры создавал DimaTorzok